Привет! На днях у меня состоялся интересный разговор с владельцем французской кондитерской на тему нейросетей. Думаю многие знают, что на сегодняшний день существует много способов как создавать снимок из ничего, снимок, изображение, графику и так далее. Или добавлять какие-то объекты или удалять их уже в существующем снимке и изображении. Довольно удобные, хорошие функции и совсем недавно я тоже воспользовался этим, я загрузил себе бета-фотошоп и удалил стулья и столы сбоку от модели. Он сделал это довольно неплохо, учитывая, что это бета-версия. Я потратил бы гораздо больше времени, если бы делал все это вручную, поэтому данная функция очень сэкономила мне время. Ну а я думаю у многих завис один вопрос в воздухе, ну примерно один. И ты не современный и модный, если не огласил свое мнение касательно этого. А вопрос такой, заменит ли нейросеть фотографа. Ну и в виде оператора потом, но до начала фотографа. А я современный модный, поэтому я выскажу свое мнение по этому поводу. И сделаю я это на примере небольшого теста сравнения батл битва. Моих возможностей и возможностей бета-фотошоп на предмет создание снимка из ничего, по текстовому запросу. Я понимаю, что бетка это все-таки бета-версия, неполноценная, поэтому имеет смысл потом это все повторить, этот эксперимент. Но сейчас очень активно, кругом обсуждается, что бета-фотошоп это великолепно, фотограф и все. Как динозавры скоро вымрут. И ничего не нужно, просто бил текстовый запрос и она все за тебя сделает. Все быстро, легко и просто. Окей, я рядовой пользователь. Вот бета-фотошоп и я попробовал это все. В плане создания из ничего снимка, ни добавления, ни удаления, тут вопросов нет, все классно. А вот создавать снимки из ничего и чтобы они соответствовали вашим ожиданиям. Вот здесь, конечно, вопрос открытый. Попробуем его частично закрыть. Сначала я сделаю простой снимок круассана у меня в руке у окна. То есть без каких-то особенных приемов света, просто у окна. Насколько он сможет показать круассан и руку, это очень важно. С руками у нейросети какие-то проблемы постоянно вообще. С внешностью человека довольно часто. Второй этап это съемка корзинки, которая наполнена круассанами, обычными классическими круассанами. Сверху крышка, которая не закрывается, поскольку там их слишком много. Потом мы сделаем как будто они вот уже вываливаются из корзинки, а потом корзинка перевернутая с этими же самыми круассанами. В студийных условиях на черном фоне, снизу черная ткань, все на столе, корзинка плетеная, коричневого цвета. Все это я буду описывать в запросе подробно, максимально подробно и посмотрим, что у нас получится. И третий пункт, третий этап это особенные круассаны. Что это я хочу сказать особенные? А то, что они не похожи на классические. Вы сейчас увидите, вот так они выглядят. У них нет какого-то особого названия, у них нет какого-то особого, я даже не знаю, как это сказать, описания для них. И как мне сделать текстовый запрос, чтобы мне показало именно вот это, я не знаю. Но я буду пытаться, буду писать круассан, который сплюснут, сплющенный по-всякому, с миндалем, сверху присыпан пудрой немножко. Все варианты я буду пробовать и посмотрим, выдаст ли он что-нибудь мне. Забегая вперед, могу сказать, что бета-версия фотошоп, конечно, очень слабая. В плане создания реалистичных изображений из ничего. Она, конечно, уступает тому же Миджорни, но сейчас у нас битва с фотошопом. Фотошоп у всех на слуху, и все думают, что, как все многие думают, что, ого, класс, сейчас можно ничего не делать. И что можно убрасывать все свои студийные приборы, фотоаппараты, объективы. В общем, очень интересно сейчас эта тема развивается, и пытаются ее преподнести под соусом, что фотографы вымирают. Я уже, конечно, знаю результат и скажу сразу, это не так. Итак, вот мои снимки круассана в руке у окна. Ничего замысловатого, просто снимок, просто сделанный на камеру, очень быстро и просто. Посмотрим, как с этим справится бета-фотошоп. Кстати, первый снимок вышел весьма натуралистичным. Вот только дальше все больше странностей. Тут вам и шесть пальцев, два больших, и ноготь на ногте, и палец, что слился с круассаном, это мое любимое. И кстати, это частая проблема многих генераторов изображений, физиология. Но это точно не два клика мыши, и потрачено времени тоже немало. А теперь съемка в домашней фотостудии. Я буду использовать сначала один источник постоянного света, а потом два. Мощности мне должно хватить на мои задачи. Возьму круглый стол, накрою его черной тканью, позади у меня тоже черный фон, в общем в вакууме снимок. Сначала будем использовать один источник света, он стоит слева, расстояние довольно близкое, на самом софтбоксе надеты сотые, чтобы сузить пучок света. Тем самым задний фон мы можем отделять. Но если нам необходимо его немножко подсветить, мы можем направить больше света на фон. Если нужно подсветить какой-то элемент сбоку, чтобы он просто не уходил в тень, достаточно взять любой маленький отражающий элемент. Теперь добавляем второй источник света, где мы можем регулировать температуру. И это очень важный момент, поскольку мы можем создавать более теплую атмосферу, не теряя естественного освещения на основном объекте. К тому же во втором случае у нас не круглый софтбокс, а прямоугольный, поэтому мы можем регулировать то, как падает у нас свет. Я имею ввиду выстраивать вертикальные линии или горизонтальные. И так вот наш снимок с двумя источниками света и справа я немножко изменил температуру. И теперь можно сравнить, что получилось у меня и что выдал мне фотошоп по запросу. Запрос был очень детальным, я постарался описать все, что вижу перед собой. Я сейчас осознал, что вы можете показывать это видео вашим заказчикам, которые считают, что не нужны уже больше ваши услуги, до свидания, мы не будем вам платить. Я сам вобью все в фотошоп. Я сомневаюсь, что не буду изучать какие-то другие программы, фотошоп на слуху. В этом и суть этого видео. То, что фотошоп подтянулся ко всему этому, поскольку тема на хайпе, ее нужно развивать, нужно в струю попадать и занять какую-то нишу. Это все-таки деньги. Я думаю на примере уже первых двух этапов все стало понятно. Простые круассаны, то есть задача абсолютно рядовая, даже простой снимок, я не пытался его сделать каким-то особенным, просто снимок у окна и простой снимок с обычными схемами расстановки света на темном фоне. Теперь финальный снимок с двумя круассанами, я добавлю еще профитроли и оставлю старый круассан. Переверну корзинку, добавлю немножко полотенца, сделаем вид, что просто высыпалось все это. Плюс это не должно быть стерильно. Какие-то элементы, кусочки сахара, крошки должны остаться на столе. И тоже самое я буду описывать нейросети. Цвет, который был у меня справа, я теперь ставлю позади и создаю световое пятно. А справа сделаю небольшую подсветку отражателем. И вот наш финальный снимок, здесь много элементов. Интересно, что мне выдаст нейросеть по запросу. Я не знал, как вбивать запросы и просто вбивал то, что вижу. И программа мне выдавала какую-то ерунду. Иногда она просто плевала на мои запросы. Если нужно указать, что крышка есть у плетеной корзинки, крышку не показывали мне. А там, где у меня чисто случайно зашла дочка в кадр, я сказал, обними корзинку, пожалуйста, я тебя сфотографирую. Вот этот снимок. Я решил попробовать повторить его, сделал запрос. Ребенок обнимает плетеную корзинку коричневого цвета на столе с черной картертью, черный фон и много-много-много еще элементов описал. Так мне не то, что здорового ребенка не показали. То есть там лишние пальцы, что-то с губами, что-то с глазами. Много чего интересного. Издалека вроде бы все окей. Но когда ты начинаешь изучать снимок, ты видишь очень много дефектов. Иногда она игнорирует то, что девочка, допустим, должна обнимать корзинку. Вроде бы ничего сложного, но половина девочек, я бы даже сказал, больше половины. Корзинку не то, что не обнимают, они даже к ней не прикасаются. И как итог я оцениваю очень большое количество изображений. И у меня уже глаз замыливается, и я перестаю понимать, какой из них хороший, а какой нет. Даже самые лучшие варианты все равно стоит дорабатывать. И такой подход подойдет скорее всего для тех, у кого нет ни камеры, ни света. И скорее всего отсутствие желания делать снимки самому. То есть потенциально заказчик ресторана. Я почему говорю его ресторан, я не буду распыляться на разные темы. Будем учитывать только этот момент. Кафешки, рестораны, бары. Эти заказчики вас не будут заменять на свое время в фотошопе или другой какой-то нейросети, чтобы делать текстовые запросы. Они замучаются. Потому что у них нет в этом опыта. Это уже новая профессия. И опять же нужен человек, который это все будет описывать. Возможно в будущем нейросети настолько усовершенствуются. Скорее всего так и будет. Когда даже простой текстовый запрос выдаст вам хорошую качественную картинку. Но выдаст ли он вам картинку именно вашего места? Да, нейросеть можно научить генерировать именно ваш продукт. Но для этого нужно опять же предоставить им материал. А это время. Это не просто текстовый запрос. Нужно более подробно все показать. Нейросеть не обладает интуицией, креативностью. Она не может выловить контекст. Итак, вывод из всего проделанного. Конечно, нейросеть частично может заменить некоторые сферы, в которых ранее работал фотограф. Допустим, ретушь. Да, возможно она будет это делать гораздо быстрее. Она точно будет это делать гораздо быстрее. Но оригинальный контент остается за вами. А нейросети, все эти искусственные интеллекты будут только помогать улучшать вашу работу, а не заменять вашу работу. Конечно, как будут обстоят дела через 10-20 лет, возможно через 5 лет, я предсказать увы не могу. Но думаю у нас еще достаточно времени. В любом случае это инструмент, которым можно уже сейчас начинать пользоваться и упрощать себе работу. Меньше работы на посте, а мы знаем это большая часть работы, обработка фотографий. Она занимает гораздо больше времени, чем сам процесс фотографирования. Так что можно порадоваться в этом плане. И если фотографа и заменят как специалиста, то на специалиста, опять, вот этого мясного, физического, который знает как управлять нейросетью, как делать правильные запросы, чтобы итоговое изображение, итоговый результат был таким, каким его задумал сам специалист и заказчик, который его нанял. Кстати, ради финального эксперимента я решил все это, то что я сейчас проделал рассказать, описать чат у GPT, чтобы искусственный интеллект сделал вывод про искусственный интеллект. Нейросеть про нейросеть. Он мне зачем-то лишнюю информацию начал выдавать, я прочту абзац, который является именно выводом о будущем фотографии. Итак, вопрос заменит ли нейросеть в ближайшее время фотографов. Мое мнение состоит в том, что несмотря на некоторые достижения нейросеть все еще далека от того, чтобы полностью заменить профессиональных фотографов. Она может быть полезным инструментом для обработки фотографии или создания определенных эффектов, но не может заменить креативность, интуицию и чувство стиля, которые приходят с опытом фотографа. Кстати, неплохо написала, мне нравится. Но я не буду ей пользоваться. На этом все. Всем мира добра, хорошего настроения и побольше классных заказчиков и классных работ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok